Всем привет! В этом видео я расскажу как выложить проект на GitHub. Для этого сначала необходимо создать репозиторий на GitHub, а потом загрузить туда проект. Для начала логинимся на GitHub. Я ввожу свой логин и пароль. Если вы не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь и заходите. Вот главная страница GitHub. У меня она выглядит так. Тут размещены мои проекты. Вот они. Скорее всего у вас будет чуть по-другому. Если у вас до этого не было проектов, то их не будет. Теперь нам нужно создать репозиторий. Как это сделать? Репозиторий то же самое, что и проект. То есть если где-то вы слышите эти понятия, они эквивалентны. Либо мы нажимаем New вот здесь. И тут окно создания репозитория. Либо нажимаем вот здесь плюсик и New репозиторий. Это будет одно и то же. Мы попали в меню создания репозиторий. Что мы тут делаем? Первое, что у нас написано. Владелец. То есть кто будет владеть репозиторием. Если у вас на этом аккаунте есть команды, то можно сделать команду владельцем репозитория. Если вы хотите, чтобы репозиторий был лично ваш, то тут выберите имя вашего аккаунта. Это имя моего. Дальше пишите название репозитория. Выбирайте название такое, чтобы оно было удобное и вы могли с ним работать. То есть название у вас должно кричать о том, что внутри репозитория. Потому что когда у вас в работе будет много репозиториев, вы можете путаться. Название выбираем с умом. Так, чтобы другие люди, которые смотрели ваш проект, тоже могли понять, что там происходит. Я буду заливать то, что было у меня в предыдущем видео. А именно определение геолокации. Кто не смотрел, сейчас в правом верхнем углу экрана встает ссылка на это видео. У меня там было определение геолокации, поэтому я напишу название php-geo-ip. В данный момент гид мне написал, что такое имя допустимо. Бывают недопустимые имена. Есть определенное правило именования. Вы можете этим не заморачиваться. Просто пишите, что вам нравится, в случае чего гитхаб выругается. Описание. Если хотите, можете написать какое-то описание проекта. Если вы создаете репозиторий для себя, оно вам не нужно, тем более можно всегда его поменять. То есть я не советую с этим. Вначале заморачиваю. Дальше мы выбираем публичный или приватный. Публичный, это который будет доступен всем и по ссылке. Если вы делаете проект в рамках обучения, я очень советую делать все проекты публичными. Потом выкладывать на гитхаб, а в резюме прикладывать ссылку работодателю, чтобы можно было видеть, что вы сделали. И приватный. Если у вас проекты какие-то коммерческие, вы делаете их для заказчиков, вы не хотите, чтобы кто-то видел, вы делаете проект приватным. И поскольку проект приватный, никто не сможет его видеть. По сути, выбирая между публичным и приватным, мы выбираем просто видимость проекта. Будет он виден или не будет. Я выбираю публичный. Дальше тут есть несколько пунктов о том, стоит ли добавлять файлы. Файл readme. Он нужен для того, чтобы описать что-то о проекте. То есть, если мы зайдем на какой-нибудь проект на гитхабе, который публичный. Вот страничка проекта, время депозитория. Тут разные файлики нарисованы. И вот тут выводится какое-то текстовое описание. Вот это текстовое описание, это то, что было написано в файле readme.md. То есть, если мы хотим, мы можем сказать гитхабу, чтобы он за нас создал этот файл. И мы уже сможем его редактировать. Следующий файл gitignore. Там будут настройки гита относительно того, что мы хотим игнорировать. Какие файлы. Его все равно вы будете настраивать руками, поэтому смысла в том, чтобы гитхаб за вас создал этот файл, его нет. Выбор лицензии. То есть, если репозитория публичная, вы можете выбрать вид лицензии, по которому будет распространяться. Скорее всего, для вас это тоже не имеет значения, если вы смотрите это видео и не знаете, что такое лицензия. Это важно в случае, если вы хотите как-то ограничить права на использование вашего кода. Но поскольку вы начинающий разработчик, вряд ли вы напишите чего-то такого, права чего вы хотите защищать. То есть, фактически эти три галочки нам предлагают сделать какие-то преднастройки. Но, поскольку мы заливаем уже свой готовый проект, который у нас уже есть, эти настройки нам не нужны. Поэтому смело нажимаем создать репозиторий. Репозиторий создан. Он у нас пустой. Репозиторию присвоилось имя, вернее адрес, по которому он будет доступен. То есть, я могу сейчас уже зайти туда и увидеть, что репозиторий пустой. И тут есть переключалка HTTPS или SSH. То есть, это то, как вы хотите с ним работать. Проще с ним работать через HTTPS, потому что при работе по SSH вам необходимо еще будет настраивать ключи. Работа по SSH чуть легче, потому что не надо будет вводить постоянно пароль. То есть, там вы сгенерируете сертификат себе и автоматически он будет заливаться. Для пользователей Windows это довольно сложно будет, потому что там придется для работы по SSH ставить дополнительную программу. Пути. Поэтому сосредоточимся на HTTPS. Он более универсальный этот способ, хоть и нам придется вводить пароль. Но я думаю, мы переживем. Дальше GitHub нам сообщает про команды, которые необходимо делать, чтобы создать репозиторий. Дальше GitHub нам подсказывает два варианта, которыми мы можем действовать. Первый вариант. Если у нас еще нет репозитория локального, то мы сначала его создадим, а потом запушим. Или если у нас уже есть локальный существующий репозиторий на нашем компьютере, мы можем ограничиться только этими командами. То есть, вот эта команда и вот эта, вернее группа команд, они идентичны. Видите, они отличаются только вот этой частью. А эта часть у нас делает что? Создает репозиторий, добавляет файл и делает commit. А дальше все идентично. Поскольку у нас еще не создан гитовский репозиторий, мы пойдем вот этим путем, который более сложный. Хотя на самом деле все просто. Необходимо просто по очереди вводить эти команды. Поскольку у меня Linux, я буду вводить эти команды в консоль GitHub. То есть, вот здесь. Я вот работаю через PHP Storm и буду вводить команды сюда. В принципе, их можно было вводить и в консоли, в обычном терминале, если перейти в нужную папку. Если у вас не Linux, а Windows, вы можете использовать GitBash. Скачать его можно с вот этого сайта. Установить. И у вас будет такая же консолька Linux, вернее, Гита, как у меня. Чтобы проверить, что у меня реально установлен гит, я пишу команду git. И мне чего-то выдает. В данном случае это справка по Гиту. То есть, она мне сказала, что нужно ввести какую-то команду. Перед работой с репозиторием, надо проверить, нахожусь ли я в той папке, где мои файлы. В Linux я вижу вот так. То есть, я вижу в коей папке. Если мне интересно узнать, где я нахожусь, я могу применить команду pvd. Вот. И я увижу путь. То есть, я знаю, что мой проект лежит здесь. Я хочу положить в репозиторий те папки, которые лежат здесь. Вот. Я проверил. Все хорошо. Начинаю работу. Беру команды, которые здесь предлагаются. И по одному копирую. Вот эта команда мне не сильно нужна. Поэтому я, наверное, не буду ее копировать. Она мне нужна только для того, чтобы как-то отобразить информацию про репозиторий. О чем я рассказывал несколько минут назад. Беру git init. Эта команда создаст мне из текущей папки git-репозиторий. И вставляю ее. И git мне отчитывается, что все хорошо. Репозиторий создан. Дальше. Смотрю на следующую команду. Вот это мы договорились, что мне не нужна. И она не обязательная. git commit минус m. То есть эта команда сделает commit. Но тут написана инструкция, как будто у меня нет ничего. Поскольку у меня есть файлы, мне необходимо их сначала добавить. Для этого я пишу команду git add. И точку. Точка означает добавление всех файлов сразу. Команда git status я проверяю, отмечены ли эти файлы для добавления в commit. Файлы у меня здесь позеленили. То есть они готовы к тому, чтобы включиться в следующий commit. Я смотрю, что тут есть файлы с расширением idea. Файлы с расширением idea мне в гите не нужны. Это внутренние файлы php-шторма. Поэтому, чтобы они не включались в git, я создаю файл git ignore. И в этом файле пишу папку, которую я хочу игнорировать. В данном случае это папка idea. И опять проверяю через git status. У меня эти файлы не ушли. Чтобы они ушли, мне надо их удалить из гита. Я могу это сделать лишь до того момента, пока я их не закоммитил. Поэтому нужно внимательно к этому относиться, чтобы не занести лишние файлы. Я пишу команду git rm idea. И в желудочку. Мне сказали, что аккуратнее, потому что эти файлы сейчас используются IDE. Поэтому мне нужно написать опцию минус минус кэш. То есть git rm минус минус кэш. Эта команда удалит файлы не по-настоящему, а только из кэша гита. И тут меня просят дописать опцию минус f. И я ее допишу. Все. Эти файлы удалились. Все здорово. Смотрю через git status. Их нет. То есть теперь они ко мне в репозитории не залезут. Я проверяю, есть ли те файлы, которые мне нужны. А я вижу, что это все файлы. Все здорово. И могу делать коммит. Копируем вот эту строчку. И вставляем. Git нам отчитался, что коммит был сделан. 7 файлов было изменено. То есть у меня их всего 7. Все они изменены. Добавлено 32 строки. И какие именно файлы и что с ними произошло. Смотрим дальше на инструкцию. Тут написано, что необходимо создать ветку main. Ну, это не обязательно. Давайте создадим. Почему main? Потому что по умолчанию у меня создалась ветка master. Вот мы видим, что она называется master. А GitHub сейчас любит, чтобы она называлась main. Branch main. Все. Я ее сделал. Проверить, создалась ли ветка. Я могу написать команду git branch-a. И я увижу, что у меня есть ветка main. Пополняем эту строчку. Эта строчка свяжет мой локальный git-овский репозиторий с репозиторием на GitHub. Довольно криво копируется, но в итоге он все-таки добавлен. Как мы можем проверить, что он добавлен? Мы можем посмотреть файл конфигурации гита, который находится по адресу наша папка. Внутри нее папка .git и внутри нее файл конфиг. И вот мы видим, что добавлен именно тот репозиторий, который я вводил. Все. То есть мы связали наш локальный репозиторий с репозиторием GitHub. И теперь выполняем команду git push-u origin main. Она запушит наши изменения, то есть то, что мы сделали, в гитхабовскую ветку main. Меня спрашивает логин и пароль. И тут мне выдает ошибку, что необходимо сначала изгенерировать персональный токен. То есть с вот этого числа гитхаб начал заботиться более дотошно о своей безопасности и запретил работать с ним без генерации токена. Для того, чтобы создать токен, мы идем в настройки гита, вернее гитхаба. И тут выбираем настройки для разработчиков. Тут есть раздел персональные токены. И нажимаем генерировать новый токен. Нас просят еще раз подтвердить пароль. Придумаем его какое-то название. Нам оно абсолютно на данный момент не важно. Ну, оно будет нужно только если мы захотим как-то манипулировать токеном. То есть у нас будет много токенов, как-то чтобы мы их отслеживали. Вот. Это дата его истечения. То есть когда он перестанет действовать. Можно задать вечный токен. Можно временный, там несколько дней. Тут нам необходимо указать права из вкладки репа. То есть права к репозиторию. Генерируем. Читаем более подробно ошибку. Нам говорят, что теперь нам необходимо использовать вместо пароля токен. Пробуем ту же команду. Вводим логин. И вместо пароля вставляем скопированный токен. Как видите, все заработало. И теперь мы можем использовать гитхаб для работы нашим проектом. То есть гит нам сказал, что на удаленном репозитории. То есть вот это была создана новая ветка main. И туда залетел наш коммит. Вот наш коммит. Он был сделан минуту назад. Называется он первый коммит. И тут есть все файлы, которые я сюда положил. Так мы настроили репозиторий. И теперь, если мне необходимо сделать еще какие-то изменения, я просто делаю изменения в файлах. Делаю коммит. И пишу git push. Все. Проверяем. У нас появился еще один коммит, который я сделал только что. То есть все отлично работает. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok